Уважаемый Владимир Владимирович, главы делегации, позвольте поблагодарить за право представить обращение глав государства СНГ в связи с 80-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нашей стране это право дано самой историей, историей Советской Республики, первый, принявший удар дивизии вермахта, первый, задержавший их победоносное шествие по Европе. Это право нам дали герои, насмерть стоявшие в Брестской крепости и на поступах всех белорусских городов, закрывая путь на Москву. Плечом к плечу с белорусами сражались представители 70 национальностей. И каждый знал, что он противостоит абсолютному мировому злу. Сегодня имена многих увековечены в названиях проспектов и улиц белорусских городов, в наших памятниках и мемориалах. Среди них маршал Победы Георгий Жуков, герой Советского Союза Азербайджанец Рафиев, армянин Авакян, казах Исканалиев, киргиз Асаналиев, таджиг Азизов, туркмен Аннаев, узбек Якубов и многие-многие другие, их тысячи. Мы помним своих героев, но помним и боль, горе, страдания миллионов наших с вами соотечественников. Каждые 30 секунд колокол Хатыни напоминает нам о том, что свыше 600 белорусских деревень были сожжены вместе с женщинами, детьми и стариками. Сколько блед не прошло, мы и сегодня слышим эхо немого крика о помощи обессиленных жителей блокадного Ленинграда, плач миллионов советских матерей и детей, чьи сыновья, дочери и отцы не вернулись с полей сражения. Число жертв той войны ужасает. Что еще страшнее, оно не закрыто. На территории Беларуси мы продолжаем находить массовое захоронение сотен и тысяч замученных и расстрелянных. Такая же работа ведется в России и других странах Содружества. А в это время в некоторых странах освобожденной Европы чествуют легионеров СС. Неонацисты открыто маршируют по улицам, сносят, оскверняют памятники воинам-освободителям. Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории. Они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки, те же прибалки, поляки, бельгийцы и даже немцы. Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплативших жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и за будущее их народов. Украсть память можно, правду украсть невозможно. Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств и людей, которые делают все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу великую победу, которая нас так объединяет. Мы знаем, почему историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам. В ответ на эти действия в Конституцию Беларуси внесены положения о защите исторической правды и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Приняты законы о недопущении реабилитации нацизма и о геноциде белорусского народа. К счастью, в понимании важности защиты подвига наших народов и нашей общей памяти мы абсолютно сегодня едины. Мы делаем это во имя мира. Во имя мира мы принимаем сегодняшнее обращение. Оно в полной мере отвечает интересам не только нашего содружества, но и всего человечества, которое как никогда находится на грани новой катастрофы. Убежден, что этот значимый политический шаг продемонстрирует правдивую оценку роли народов наших стран в победе над фашизмом. Уважение к общему историческому прошлому и конструктивное отношение к совместному будущему. Благодарю вас за внимание.